Машиностроительный концерн «Армета ЮМС» основан в 1942 году. На сегодняшний день машиностроительный концерн «Армета ЮМС» является одним из ведущих предприятий тяжелого машиностроения России. Он представляет собой промышленный комплекс с полным технологическим циклом производства. Мы стремимся, используя современные технологии, к улучшению качества продукции при снижении затрат на ее производство. «Армета ЮМС» имеет более чем полувековой опыт успешной работы на российском и мировом рынках металлургического оборудования. География поставок продукции концерна включает все крупнейшие комбинаты черной и цветной металлургии России, стран ближнего зарубежья. Наша машина работает более чем в 30 странах Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. За это время много усреднителей было сделано для черной металлургии, но только для дальнего зарубежья. И только сейчас, когда экономические задачи стали приоритетными, в черной металлургии России вернулись к вопросу модернизации складов подготовки Агла-Шехты. Первенцем в этом деле стал один из крупнейших производителей чугуна и стали челябинский металлургический комбинат ОАО «Мечел». На ОАО «Мечел» производится широкомасштабная реконструкция рудного двора с применением современных машин усреднительного комплекса, в состав которого входит укладчик, два усреднителя и заборщик роторный, которые объединены единым технологическим процессом с помощью ленточного конвейерного транспорта. Перед машиностроителями концерна «Армета ЮМС» стояла сложная и объемная задача – в короткий срок спроектировать и изготовить уникальный усреднительный комплекс. Наши конструкторы и технологи справились с этой задачей успешно и за отведенный период, а производственники заканчивают изготовление этого комплекса машин. Самой сложной и трудоемкой задачей в изготовлении машин является усреднитель. Кроме этого, заказчик поставил задачу спроектировать, изготовить и запустить его в производство первым, дабы убедиться в его эффективной работе. Усреднитель предназначается для усреднения физических свойств и химического состава различных насыпных материалов, а также их смесей при выработке с торца послойно уложенного штабеля в процессе штабельного усреднения. Степень усреднения должна быть на уровне четырех. Впервые усреднитель изготовили на повышенную колею передвижения, а именно 40 метров. До этого такие усреднители не изготавливались. На этом усреднителе одна опора моста выполнена шарнирной, а другая жесткой, что позволило сэкономить на металлоконструкции моста порядка 50 тонн низколлегированного проката по сравнению с традиционной схемой, когда обе опоры моста являются жесткими. Применение трехопорной конструкции ротора позволит увеличить срок службы опорных роликов и открытой зубчатой передачи в полтора раза. В приводе конвейера и механизме привода передвижения усреднителя применены двухскоростные приводы с планетарно-дифференциальными редукторами. Все редукторы оснащены подогревом и контролем температуры масла, что значительно сокращает подготовительный период к работе и эффективность работы усреднителя в зимний период. Подвод электропитания к агрегатам усреднителя осуществляется гибким кабелем. В системе управления и автоматизации приводов впервые применены частотные преобразователи и программируемый контроллер. Машины усреднительных установок любого типа работают в автоматическом режиме и не требуют постоянного управления машинистом. Необходимо лишь наблюдать за их работой. В некоторых случаях возможна работа машины и без машинистов. Управление предусмотрено как из кабины машиниста, так и с центрального диспетчерского пульта. Машина функционально сблокирована с отводящими конвейерными трактами. Электропитание, управление с диспетчерского пункта, сигнализация, технологические блокировки осуществляются через токоподводящие троллей, а по желанию заказчика могут быть выполнены через гибкие кабели, наматываемые на барабаны машины. Машина снабжена рацией для связи с технологической службой «Аглофабрики». При подводе электропитания и связи через гибкий кабель машина может быть оборудована телефонной связью. Очевидно, что высокая стабильность показателей качества сырья может быть достигнута только на складах, оснащенных подобным оборудованием. Этот двухроторный усреднитель обладает следующими показателями качества усреднения. Обеспечивает степень усреднения, равную четырем, в то время как универсальный способ укладки и забора материалов из штабеля, мостовым перегружателем, позволяет достигнуть степени усреднения полтора. Кроме этого, наш концерн может изготовить усреднители и других типов. Усреднитель со скрепковым транспортером в качестве подборщика материала со степенью усреднения пять с половиной. Усреднитель с ковшовым барабаном в качестве подборщика со степенью усреднения восемь. В каждом конкретном случае наши специалисты помогут произвести математическую оценку качества усредняемых материалов, а также выполнить необходимые расчеты по усреднению и правильно определить тип применяемых машин. Будет учтен фактор стоимости, свойства материала и климатические условия эксплуатации. Области использования усредненного насыпного сырья многообразны. Это черная и цветная металлургия, теплотехника, горнообогатительное производство, алюминиевая промышленность, добыча и обработка химического минерального сырья и многое другое. Везде применение современного усреднительного оборудования в технологических процессах и скопаемых приносит только положительный эффект и окупается в течение короткого времени. При этом улучшаются самые главные характеристики процесса использования сырья. Технологические возможности машиностроительного концерна «Армета ЮМС», инженерный потенциал, высокая квалификация производственного персонала позволяют создавать оборудование для современных технологий производства металлов с учетом особенностей наших партнеров. Каждый сотрудник концерна своей ответственной работой обеспечивает ваш выбор «Армета ЮМС» постоянным партнером на долгие годы. Мы работаем для вас и стремимся соответствовать высоким стандартам вашего бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин